Местные ребятишки с охотой осваивают новые тренажёры. При этом спортивный зал под открытым небом в районе первой школы почти сразу стал точкой притяжения и для профессиональных спортсменов. Мы занимаемся КРТ порядка 10 лет, и во время коронавируса сейчас совсем нет тренировок. И эта площадка дала нам возможность хоть как-то поддерживать себя в физической форме. Нам очень удобно здесь тренироваться, и мы можем поработать на разные группы мышц. Всего тут 18 тренажёров. Арсенал снарядов впечатляет. Например, уникальные силовые тренажёры под открытым небом, которых нет больше нигде. Сама же подобная площадка – вторая по счёту. В прошлом году свой долгожданный островок здоровья получили жители микрорайона Давпан. В рамках федерального и регионального проекта «Спорт. Норма жизни» в прошлом году подобную площадку устанавливали на улице Морозова 195. В этом году решили реализовать проект на территории общеобразовательного учреждения. В апреле месяце провели аукцион, монтировали в начале июля площадку. Общая стоимость площадки составила 2,5 миллиона. Единственное, что остаётся сделать мэрии – облагородить территорию вокруг. Пока современные комплексы стоят на фоне местами разбитых беговых дорожек и старых ворот. К началу учебного года мы стараемся, чтобы все наши спортивные объекты, которые находятся на пришкольных территориях, в муниципальных образовательных организациях, уже были в соответствующем техническом состоянии. Но я думаю, что, конечно, мы будем работать над данным вопросом. И впоследствии когда-то здесь появится замечательный стадион для занятий спортом. Из-за пандемии пока неизвестно, когда же вновь возобновится тестирование норм ГТО. А это значит, у местных жителей есть время подготовиться. Павел Королёв, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.